Мэрион, смотри на меня долгим взглядом. Ещё более долгим. Ещё более долгим. Стив, убери задний свет немного. Хорошо. Хватит. Мальчики, даже Биткоин нам не поможет. Давайте, Брамсы. Послушай, Мэрион, попробуем ещё раз. Мне кажется, ты чего-то не улавливаешь. Запомни, ты женщина, которая думает. А это скульптура Ицабучи. Ты должна смотреть на неё понимающим взглядом. Так, как будто ты разговариваешь с ней. Ясно? Нет, Мэрион, люди обычно так не смотрят на творение Ицабучи. Ну, реагируй же на неё. Просто поговори с ней. Ицабучи. Ты не до конца поняла. Послушай ещё раз внимательно. Итак, Мэрион, ты в музее современного искусства. Образованная, Мэрион. Думающая, Мэрион. Ты подходишь к этой статуе так, как будто она что-то говорит тебе. Ты интеллектуалка. Ты всё время думаешь. О чём ты думаешь? Я думаю о том, что мы тут торчим уже битый час. И я не успею забрать бельё Гарольда из прачечной. И если я не сделаю этого, он очень рассердится. Если мы не сделаем эту фотографию, ты не увидишь ни белья Гарольда, ни самого Гарольда. Итак, поехали. Итак, Мэрион, поехали. Но это противоречит всем моим принципам. Принимать в этом участие ниже моего достоинства. Простите, но я... Тише. Расскажите Мэрион о книгах, и мы уйдём отсюда. Эти книги посвящены эпифеноменализму, который говорит о том, что сознание всего лишь участник цепи психологических процессов. Его присутствие или отсутствие не играет существенной роли, что бы вы ни делали. Вот так. Хорошо.